Сегодня ближе, всего тысячу дней. То есть это и много, конечно, и это очень мало. Если смотреть еще с точки зрения то, что нам нужно сделать, и предстоит сделать, то, конечно, это мало. А с точки зрения желания быстрее увидеть такой замечательный спортивный форум, конечно, это много. Так что в целом, верно, что тысячу дней такой рубеж очень серьезный, важный и знаменательный для нашей страны. Как Вы оцените перспективы нашей сборной в Тавелево? Намного лучше, чем совсем недавно. Но в целом я всегда оцениваю альтимистично наше выступление. Потому что я, во-первых, субъективный у этих вопросов человек. Поэтому я считаю, что мы обладаем тем потенциалом, который позволяет нам более уверенно выступать на уровне национальных команд. Мы имеем составы, все-таки команды, игроков очень хорошего, высокого уровня. И я думаю, что при хорошей организации подготовки мы сможем достойно выступать. Поэтому эта перспектива неплохая. Сейчас просто нужно решать все по мере, значит, задач, которые по мере близости. Сейчас главная задача попасть на Чемпионат Европы. Для нас это важно, потому что это официальный турнир, где ты можешь приобрести. Потому что всегда подготовка идет через календарь. Это, конечно, важный международный турнир Чемпионат Европы. И если у нашего поколения, у тех ребят, которые хотят в 2018 году, не будут выступать, это, конечно, нас очень приятно. Сейчас надо решить эту задачу. А потом будем решать следующие задачи. Их много. И по поддержке команды, и по вообще анализу того, чем мы обладаем, много за трибона не сделаешь. Потому что вы знаете, что подготовить игрока на это нужно время, за 8-10 лет. Но в целом тот потенциал, который есть у нас, или еще где-то рядом с нами, мы должны спорить. Сегодня Александр Киржаков сказал, что готов даже остаться в спорте до 2018 года. У него есть шанс попасть в сборную? Ну, или вы заберете его в РФС. У каждого игрока есть шанс. Главное, надо быть на уровне. И сегодня главный тренер, вы знаете, Леонид Викторович Суцкий, и мы его в этом поддержим. Он выбирает сборную или приглашает в сборную тех людей, которые сегодня лучше выглядят и на данный момент готовы лучше. Никаких авансов здесь не должно быть. Если человек сегодня соответствует уровень национальной команды, то он должен играть за нашу команду. И кто будет по 2018 году более готов, кто-то будет играть. А теперь, каково бюджет чемпионата? Ну, операционный бюджет чемпионата, он сейчас сложно, можно сказать. Операционный бюджет в районе где-то миллиарда, евро, думают, ну, хотя ФИФА считает в долларах всегда. Пока он в районе до миллиона, он даже не доходит. Но это операционный бюджет, имеется в виду, это организация, проведение и прочее. Там практически 90% этих ресурсов это деньги ФИФА, которые будут заработаны на коммерческой деятельности, продажи билетов и коммерческих правах. То, что сегодня бюджет, вот комитет, собственно, будет организовать, это аренду стадиона, будет проживание, перелеты команд, секьюрити, и безопасность и все, что связано сегодня с организацией чем-то. Второй случай, или что? Да нет, это, в принципе, я думаю, что сопоставимые вещи, потому что разные турниры, разные возможности. Виталий Леонидович, а при строительстве аренд происходит импортозамещение? Мы эту стадию уже прошли, сейчас все стадионы в целях сохранения той цены, мы приняли еще, чтобы на все стадионы цена была фиксированная, все стадионы практически на третьем стадии прошли, мы разрешили всем подрядчикам и заказчикам провести корректирование от этого проекта с целью того, чтобы оптимизировать какие-то решения и посмотреть на импортозамещение. Поэтому мы проработали всю структуру стадионов каждого, и, конечно, вместе с нашими коллегами в Министерстве промышленности подготовили некую программу импортозамещения, если так можно назвать. Практически вся эта работа сейчас сделана, и проекты, где были сегодня импортные материалы, и какие-то оборудования, и прочее, и то, что производится в России, сейчас проекты будут ввеселиться, отвергаясь изменения. Что не получается, то будем, конечно, приобретать за рубежом. Ну, это я, здесь сложно сказать, по каждому стадиону, вот, где-то от 70-70 на 30, может, 80 на 20, где-то 80 процентов уже это сегодня российское оборудование, это материалы, которые используются на стадионе. Ну, то, что не производится, легко, по которым требованиям и жесткие рекомендации FIFA, конечно, нам приходится забывать. Ну, иностранные партнеры готовы фиксировать цены в рублях сейчас? Ну, сейчас каких-то проблем мы не видим, потому что контракты все подписаны. Вы знаете, в целях сохранения цены мы пошли на ряд серьезных мер. Мы с каждым генеральным подрядчиком подписали контракт. Мы выплатили 50% аванс. Мы приняли решение о снятии необходимости банковских гарантий при заключении контракта и ввели новую форму безакцептное списание штрафных санкций в случае невысполнения генподрядчикам контракта. То есть мы, в общем-то, сделали, пошли на то, чтобы разрешить сейчас не терять изменения в контракте. Каких-то таких проблем сейчас у нас нет. И большинство подрядчиков, они уже заключили соглашение с подрядчиком на поставку, на металл, на комплектующие, кто разворотлив, он уже это все давно сделал. Здесь главное, мы не, как говорится, здесь не опекаем наших коллег-подрядчиков. Главное, чтобы они выполнили качество, срок и уложились деньги, которые подписаны на контракт. Все, больше там никаких требований. На Евро-2016 Леонид Слуцкий повезет с городами за как освобождение? Ну, вы знаете, давайте мы тоже не будем забегать сейчас вперед. Мы договорились, эти все-таки не будем забегать. У нас две игры. Вот сыграем эти две игры и вернемся к этому вопросу. Не будем себя не отвлекать никого, не давать ложных целей. Надо две игры выиграть. Да, конечно, они нам по силам, это безусловно. Если мы хотим играть, начинать Европу и успешно начинать мир, мы должны справляться с таким уровнем наших коллег-соперников. Но футбол есть футбол. Нам нужно эти две игры сыграть. Мы в истории своей уже знаем, как нас спасали другие страны. Нам нужно свое не упустить. Вот это задание. А потом с этим будем решать, что делать дальше. Перенос матча в Черногории в Москву и в Мстербург связан только с количеством зрителей? Ну, в целом, мы почитали, что это логичным будет. Имея в стране современнейший стадион, просто современнейший стадион, и имея в календаре матч, заключительный матч отборочного цикла, который может стать ключевым таким. В общем, мы почитали, что в целях того, чтобы создать дополнительные возможности нашим болельщикам, поднять комфорт. Потому что от Питера болельщики, мы выделим большую кмоту для питерских болельщиков, сядут на Сапсаны и приедут. И посмотрят матч. А вот, все-таки, и коммуникацию Москвы лучшие, и прочее. Многие люди из России сюда могут приехать. Мы зашли из этого, чтобы показать вот такой современный матч, потому что было современного стадиона, заключительный матч квалификационного турнира. Вот из этого и сходили. Не скрою, конечно, здесь мнение команды тоже важно, потому что, вот мы сейчас с ребятами говорим, очень большие перелеты, команда сейчас в очень жестком режиме, все лидеры играют в европейских кубках и в чемпионате России. Не хочется этих лишних перелетов, уже даже минимальных. Хочется, чтобы команда спокойно готовилась. Значит, прилетит из Молдавии, надо разместиться, нам надо сразу лететь в Петербург. То есть, все здесь было учнено. Ну, и не скрою, экономика в том числе, потому что все-таки одно дело, экономика Российского футбольного союза на таком стадии, на другом. Все факторы, они привели к этому решению. Игорь Ильич, Панк Михайлович, Панзона будет в Москве на Торговый гора, здесь Красный Кольщик, Антасск, можно будет задействовать? Ну, будет, конечно, нас задействовано. Здесь будут некие зоны такие, ну, активности, мы думаем, здесь павильоны, может быть, спонсоров, конечно, будут центральные зоны такие задействованы. А по Панзоне в Москве мы сейчас еще, ну, до конца ведем работу с правительством Москвы. В Москве много на нее возможно будет, здесь и медиа-центр должен быть, здесь много, конечно, задач еще в Москве. Все-таки здесь и финал, и стартовый матч. Конечно, будем делать, потому что здесь на плей, качество матчей другое, конечно, туристов и болельщиков здесь значительно больше, поэтому, конечно, мы будем использовать прокрасный точек обязательно. Маза спорта России в Новокурске? Сейчас сложно сказать, я не хочу сейчас опять забегать вперед, у нас есть время, конечно, нам придется думать, где команда будет жить, весь этот турнир для тренироваться будет, найдем мы место, где она будет. Вот, а потом уже будем решать, где будет постоянный технический центр, такой важный, такой, какой-то спорный. другие сборные... Наконим тебе... А? Наконим тебе... Роскострад лучшая компания мира. Надеюсь, что она и в сборную России придет. Виталий Иванович, другие сборные уже выбирают тоже базу, себе вот Япония, вроде Кимки, хочет Германия тоже, это... РФС как-то участвует, рекомендует, ограниченяет. Ну, здесь разные, здесь работает оргкомитет, потому что мы, в отличие от многих оргкомитетов предыдущих, мы уже на последней жеребенке предложили электронную версию всех баз проживания команд. Дали каждому, в каждой национальной федерации на встрече с представителями национальных ассоциаций. Мы дали электронную версию, дали нам... Они сейчас сами заходят, выбирают, и там, знаете, там... Вы просто ставите задачу, кто где как хочет жить, кому хочется тепло, кому хочется... Ну, в общем, каждый выбирает там экологический центр города, то есть, кто что, задаётся параметры, выбираете базу. Сейчас многие команды, которые абсолютно уверены, вот если бы мы были, мы точно уже, я выбрал уже базу. Если уж... Они уже абсолютно уверены, что они будут начинать имира, они уже начинают выбирать себе базу. Да, такие представители есть команды, они выезжают, смотрят. Интерес большой, конечно, к московскому региону, ну, понятно, сюда удобнее, не более двух часов разные точки, конечно, здесь будет, наверное, более предпочтительно. Ну, это первый такой вариант, а потом, после жеребёвки окончательной, они начинают меняться, это такая практика уже. Кто-то две базы арендует, а потом смотрит, после жеребёвки, где он попадёт. Мы открыты сейчас, всё абсолютно, спицах, из шеребёвки, из шеребёвок, баз предложен, и каждая страна уже сейчас может выбирать. Представляете, что скажете об истории жировом вальке? Ну, что я могу сказать, человек хотел приехать на жеребёвку, не приехал. Хотел на тысячу дней, тоже не приехал. Нет, на тысячу дней, я говорил, хотел приехать на наши торжества, но, в целом, ну, что я могу сказать, здесь, в принципе, эти все вещи ожидаемые, сейчас не нужно вокруг этого политизировать, потому что это же не вчерашний день, начатые все эти дела. Идёт расследование, идут, ведут расследования сегодня юридизационные органы там, Америки, Швейцарии, люди работают, что-то изучают, они всё время анонсируют, тут были в пресс-конференции, они говорили, что ещё какие-то расследования, ещё какие-то обвинения будут. Идёт работа. И, в принципе, в этом, пока она не завершена, мы должны с вами быть готовы к различным таким решениям. Вот есть какие-то обвинения в адресе Рома Бальки. Он принял решение уйти в отставку, чтобы не было давления на ФИФА. Ну, в принципе, сейчас работает заместитель генерального директора Катар, который исполняет Америки. Я могу сказать, на нас это как, на подготовку чем-то, это никак не отражается, потому что у нас мы все эти точки уже прошли. Утверждён расписание, утверждены базы команд, тренировочные поля, утверждён бюджет Кимбината мира, создан совет ФИФА Оргкомитета. Мы работаем в таком хорошем режиме с ФИФА. Есть департамент, который специально создан, который работает в ФИФА. То есть каких-то здесь проблем мы не видим. Безусловно, Жером, очень профессиональный человек, провёл не один Кимбинат мира, его советы, участие, оно, безусловно, для нас было очень важно. Но ещё раз скажу, мы же понимаем, что в феврале следующего года будет выбор нового президента ФИФА. А это значит, будет изменена администрация, прибудут новые люди. То есть это наше, не должно никак располаживать. И мы договорились и с президентом Блаттером, что вот создан департамент, и его как бы это всё не должно касаться. Вот он создан департамент, мы с ним работаем, у них есть специальные люди, которые только чератомиром занимаются, инспекционные поездки, если проходят, но работают. И это нас никак не касается. Вот и всё. Но только к сожалению, можно сказать, всё равно, когда ты должен закончиться, какая-то цель, наверное, есть, какая-то конечная цель, есть, наверное. В стране, в мире около 53 видов спорта, думая, что после футбола не распускать эти бригады, чтобы они перешли в другой вид спорта, тогда уж, ну как бы наведём в мировом спорте порядок, а потом ещё их напустить. Пусть я займусь своими федерациями на территории Америки, в Швейцарии. То есть, видимо, сейчас это номер один вопрос, метод задаётся. Но думаешь, когда ты должен закончиться, когда? Потому что это бесконечность, понимаете? Если мы возвращаемся из чемпионата мира, там, шестого года, десятого, можно ещё раньше всё это дело, обидеть людей, которые проводили, там, чемпионаты мира, на миг тут, что они что-то там не так получили, то оружие куда-то поставили не туда. То есть, мы это всё читаем, ну, в чём интереснее, не знаю. Я могу только одно сказать, что чемпионат мира, это же чужина, это, знаете, в короне там, FIFA, это главный проект, главный турнир. Больше его ничего нет, и выше футбола ничего здесь, в главном случае, придумать очень сложно. Поэтому, конечно, нам нужно сделать всё, чтобы мы подготовили, провели, команды приедут, миллиарды людей на планете посмотрят футбол. Вот наша задача. Виталий Леонидович, если Мишель Кулатинеев станет президентом FIFA, вы будете баллотироваться на пост президента FIFA? Помнишь, говорит, а в мировом масштабе можешь, что это? Могу, говорит. Но языков не знаю. Нет. Не знаю. Сложный вопрос задавите. Во-первых, Мишель объявил уже, что будет баллотироваться, конечно, я считаю, что достойная кандидатура и нужен человек, который возглавит FIFA, который смог бы сегодня главные вопросы решить. Из них денешь футбола, как-то консолидировать людей. Потому что, вы знаете, я, конечно, член исполкона FIFA, у нас создана независимая комиссия, которая предлагает, собственно, реформы для FIFA. Вообще, уникальная ситуация. Мы сами, вот вам, со стороны, независимы. И вот я ряд реформ читаю, конечно, примут, пусть принимают, но на самом деле, но вообще уже не знают, что нужно предложить. Какое-то внешнее управление там. Вот понимаете, да, вот есть футбольные советы, это общественная организация. Вы в очередителе до свидос, мы создадим независимое управление. Вот все вопросы здесь, как бы, какая-то такая вещь непонятная. Можно, конечно, там, мы давно это сделали, упустить управление футболом, представители клубов, профсоюза, болельщиков, то есть как-то расширить систему управления и возможности влияния. Ну, когда абсолютно не надо, а водить? Нет, можно так все, у нас вот тоже были инициативы там различные есть, но когда читаешь, их не понимаешь. Поэтому такой, не простой вопрос. Что касается, сейчас, если это произойдет, и в феврале выборы, конечно, я участвую в этом практически мне нереально, потому что есть возможность, поэтому у меня здесь забот своих гимнат мира подготовка и российский футбольный союз я только возлагаю. Впереди Олимпиада, в Рио, это, конечно, сейчас я такой возможности пока не рассматривал. Виталий Иванович, как там портал 2018 Велкам Раша? Велкам Раша. Заходите, там работает. Статистику вы проверяли? Тут ребят смотрят все время, посещаем очень хорошие порталы. Мы сейчас готовим несколько версий на английском, немецком, арабском языках. На пяти языках он будет задущен. Будет нарастать. Сейчас такая самая базовая версия. По мере претенджения к чемпионату будет отрастать разными сервисами, информацией, услугами и так далее. То есть его комбинация это где-то зима 2017-2018 года. Когда после жеребьевки все поймут куда хочет ехать, какой город, следует своей командой и так далее. Самый пик востребованности этого бэк-сервиса. Сколько болельщиков ждете на чемпионате мира? До миллиона иностранных. Всего более трех миллионов билетов безвизовый режим для них будет? Как правительство российской раз обещало, так и будет. Мы опыт имеем. Мы с вами фунал проводили безвизовый сделали. Сейчас на этих крупных проектах мы делали другую функцию через аккредитацию безвизовый въезд. Так в принципе это все работает. То есть что-то типа паспорта болельщика? Нет, билет. Сейчас работаем над билетом вместе с Тепаном. Какой он должен быть? Что там должно быть? Какие данные в этом билете? Этот билет будет как образец с паспортом с улучшением личности чехи границы будут проходить? Спасибо.